И после этого все, вы лежите, вам тяжело, ну да, у меня вот есть ощущение тяжести, но я же поел, как будто бы употребление пищи автоматически подразумевает под собой плохое самочувствие. Но это совершенно не так. Всем привет, с вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. И сегодняшнее видео мы посвятим самым лучшим продуктам, которые вы можете употреблять и не испытывать чувство тяжести после их употребления. Потому что огромное количество людей ест пищу, и после этого у вас полное ощущение того, что у вас набит живот, у вас огромная тяжесть в желудке. Очень-очень долгое время после приема пищи вы чувствуете себя дискомфортно. А я напомню, что ни во время, ни после употребления пищи вы не должны испытывать никаких неприятных симптомов. Потому что огромное количество людей считает, что ну да, у меня вот есть ощущение тяжести, но я же поел, как будто бы употребление пищи автоматически подразумевает под собой плохое самочувствие. Но это совершенно не так. И сегодня мы поговорим о том, что вы едите, почему у вас возникает чувство тяжести. И мало того, что вы чувствуете определенный дискомфорт, вы еще и начинаете плохо думать. Потому что когда у вас полностью весь организм сосредоточен на том, чтобы переваривать пищу, вы поели очень тяжелую пищу, у вас основной кровоток направлен к желудку, то вы начинаете плохо себя чувствовать, у вас возникает плохое настроение. И вот чтобы этого не было, мы разберем топ-5 самых лучших продуктов для легкого самочувствия. Я думаю, что, конечно же, вы замечали, что вы чувствуете тяжесть после того, как вы едите первый, второй, третий компот, когда вы любую еду заедаете хлебом. Либо когда у вас самое тяжелое сочетание, например, какое-то мясо, стейк с макаронами, или вы едите бургер, или, например, у вас какая-то котлета тоже с картофельным пюре, и после этого вы можете испытывать тяжесть. Во-первых, есть самые неприятные сочетания. Это, например, красное мясо, это самый тяжелый белок для усвоения. Поэтому, если мы и едим красное мясо, то мы его едим с овощами, с зеленью, для того, чтобы они способствовали его быстрому перевариванию, а не усугубляем все быстрыми рафинированными углеводами в виде пюре или макарон. Либо, например, как в случае с бургером, это то же самое, это котлета, но там, конечно, еще много соусов, еще и котлета может быть ненастоящая, и еще и булки сверху, которые, по сути, чистый крахмал. Все это разбухает в желудке, все это очень-очень тяжело переваривается, и все это чаще всего мы еще заливаем какими-то сладкими напитками, газированными, либо соками. Или кто-то, например, любит запивать все это чаем с сахаром или кофе с молоком и с сахаром, и после этого все, вы лежите, вам тяжело, у вас неприятные ощущения, работать вы не хотите, в общем, вам плохо. И поэтому сегодня мы сделаем рейтинг из топ-5 групп продуктов, которые вы можете есть и чувствовать себя после них прекрасно. Почему вы будете чувствовать после них себя хорошо? Потому что это продукты, которые достаточно легко усваиваются. Но мы сейчас говорим еще про здоровый желудочно-кишечный тракт. Ваш организм тратит минимальное время и ресурсы на их усвоение, переваривание. Плюс мы добавим туда продукты, которые, наоборот, еще и стимулируют пищеварение. И таким образом у вас сложится картина, из чего должен состоять ваш ежедневный рацион. Дорогие подписчики, я и моя команда приготовили для вас специальный подарок. 5 основных анализов, которые помогут решить проблемы с пищеварением. Зная эти анализы, вы очень быстро придете к положительному результату. Для того, чтобы забрать подарок, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок в ту же секунду и совершенно бесплатно. Первая группа продуктов – это супы. На самом деле суп – это очень классный прием пищи и на обед, и даже на ужин. Особенно, на самом деле, на ужин. Особенно в зимнее время года, когда хочется чего-то горячего, когда организм наш находится немножко в другом состоянии, нежели чем летом, и он готов переваривать большое количество сырых овощей и, например, зелени. Но супы супам рознь. И вы скажете, ну я вот, например, в кафе или столовой беру щи или борщ, и у меня тоже после них изжога или ощущение тяжести. И здесь мы, конечно, должны понимать, как мы готовим этот суп и с чем мы его едим. Если вам делают обжарку на подсолнечном масле, и вы берете суп, и там такой толстый слой масла плавает. Мы как-то снимали видео, и Коля приносил из столовой еду, и мы открывали, мы найдем это видео, посмотрите, пожалуйста. Конечно, если там слой масла подсолнечного, обычного, рафинированного, и, например, вы еще едите такой суп с хлебом, то изжога тяжесть, конечно же, вам обеспечена. Но если вы сами готовите суп, не нужно овощи обжаривать, вы можете просто сразу же их варить. У вас качественно сваренный костный бульон, может быть, куриный бульон или какой-то другой. Вы приготовили все это дома сами, либо у вас вообще суп-пюре, либо просто овощи, либо суп-пюре сваренный также на костном бульоне, то это будет идеальным приемом пищи. И мы обычным хлебом все это не заедаем. Если вы и хотите есть хлеб, то приготовьте себе сами гречневый или льняной хлеб. У нас в нашем телеграм-канале также выложено огромное количество рецептов, полезные выпечки. Тоже переходите в наш телеграм-канал по ссылке и забирайте оттуда все рецепты. И тогда это будет максимально полезно и легко для вашего пищеварения. Вторая группа продуктов – это белок. Здесь мы возьмем белок, который максимально легко усваивается, даже несмотря на какие-то незначительные проблемы с системой пищеварения. И сюда мы отнесем нежирную рыбу, морепродукты, птицу и перепелиные яйца. Я бы отнесла и куриные яйца, но если у вас есть проблемы с желчным пузырем, то после куриных яиц вы тоже можете ощущать дискомфорт в правом подребеле. Поэтому мы берем не такие жирные яйца, а это яйца перепелиные. Коля, спасибо большое тебе за вопрос. Наконец-то знания, которые я даю, не прошли сквозь тебя, как многие говорят, и ты задал классный вопрос. Тогда мы отнесем еще в эту группу, конечно же, не красное мясо, потому что оно достаточно тяжелое для пищеварения, а с субпродукты. Печень, легкие, желудочки, сердечки, это все усваивается в разы легче, чем красное мясо, и при этом содержит витамин В12 и гемовое железо. Коля, спасибо большое, ты молодец. Но давайте тогда еще вернемся к тому, что, скорее всего, многие не любят и не будут есть субпродукты. Поэтому красное мясо у вас должно быть в рационе. И здесь я напомню, что если у вас есть ощущение тяжести после употребления белковой пищи, и вы можете сказать, что, ну, Ксения, у меня и после курицы бывают ощущения тяжести, тогда речь может идти действительно о том, что у вас гастрит, у вас очень низкий уровень соляной кислоты, потому что именно соляная кислота в желудке отвечает за усвоение белка, неважно, животное это будет белок или растительный белок. И для этого нужно восстанавливать слизистую, восстанавливать кислотность, и это уже другая большая тема. Этим мы занимаемся на большом бесплатном вебинаре в лаборатории здорового пищеварения. Приходите обязательно, если у вас дискомфорт после употребления любых жиров, любых белков, вы всегда себя чувствуете плохо, вы не можете из-за этого есть мясо, птицу, яйца. Ссылка на вебинар находится в описании к этому видео. И в идеале взять с собой по программу, это обычный простой клинический анализ кала, потому что только по нему мы уже поймем, в каком из отделов вашего ЖКТ находится самая главная проблема, и какие последствия она оказывает на другие проблемы с вашей системой пищеварения. Еще раз напомню, ссылка находится в описании к этому видео. Ты уже заколебала во всех со своим вебинаром, Ксюш. Я никого не заколебала, люди ходят с бесконечными проблемами, с бесконечными болями, запорами, вздутиями, газообразованиями. Это всем интересно. Если у тебя есть дискомфорт, ты всегда хочешь от него избавиться. Вы же хотите избавиться от дискомфорта в ЖКТ, поэтому вы приходите на большие наши бесплатные вебинары, потому что в рамках видео на YouTube мы не можем восстановить вам систему пищеварения полностью. Поэтому, Коля, это всем интересно, а не только мне. Следующая группа продуктов – это овощи и зелень. И как раз для того, чтобы наш белок усваивался лучше, я напомню, мы его не едим с быстрыми углеводами, такие как макароны или, например, картофельное пюре, а мы добавляем овощи и зелень. Овощи могут быть абсолютно разные – и сырые, и термически обработанные. И здесь нам нужно понять, когда и в каком количестве вы их можете употреблять. Если у вас нет никаких проблем с ЖКТ, тогда вы можете употреблять овощи в разных вариациях в любой прием пищи. И сырые, и термически обработанные, и на завтрак, и на обед, и на ужин – в идеале в каждый прием пищи. Но у вас могут быть проблемы с системой пищеварения, и до тех пор, пока вы не сходили на вебинар по желудочно-кишечному тракту, если у вас сильные проблемы с желудком, совсем исключаем сырые овощи и употребляем термически обработанные. А если у вас не суперсерьезные проблемы с ЖКТ, тогда вы оставляете сырые овощи на завтрак и на обед, а на ужин едите строго термически обработанные овощи, потому что клетчатка находится уже в более таком лучшем состоянии для усвоения и для переваривания вашей поджелудочной железой. Я вчера ел термически обработанные овощи, это тушеная капуста. Сказать, что у меня было легкое жидкость, я не могу. Если ты понимаешь, о чем я. Да, конечно. Смотри, здесь есть еще часть овощей. Опять же, это к вопросу не к овощам, а к вопросу к состоянию твоей системы пищеварения. И в идеале мы должны употреблять здесь и квашеную капусту, и квашеные овощи, которые на самом деле стимулируют пищеварение. Квашеные продукты содержат ферменты, органические кислоты, которые стимулируют пищеварение и помогают усвоению пищи. Но если у вас избыточный грибковый рост, избыточный бактериальный рост, раздраженные и слизистые, то вы можете на них плохо реагировать. Также, если у вас есть проблемы, например, неважно, с желудком, с желчным, с кишечником, то мы снимали отдельное видео по фудмэпс, продуктам фудмэпс и диете фудмэпс, которые показаны. Я подробно там объясняю, что, например, капуста и даже брокколи и цветная капуста, они относятся к этой группе продуктов фудмэпс, которые могут вызывать неприятные симптомы, если у вас есть проблемы с ЖКТ. Поэтому мы тогда оставляем те овощи, которые не вызывают дискомфорта, параллельно восстанавливаем систему пищеварения и потом уже вводим все продукты питания. Если у вас есть дискомфорт на бобовые и на различные крестоцветы, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, и то тогда, если вы об этом напишите, я вас сразу же перенаправлю на видео по продуктам фудмэпс, потому что это совершенно точно будет вашей системой питания. Следующая группа продуктов, которые вы должны вводить, это различные специи. Специи должны быть, это куркумин, тимьян, орегано, перец и так далее. То есть это все те продукты, которые также стимулируют пищеварение, от них вы не испытываете никакой тяжести, но при этом они обладают противовирусными, антибактериальными свойствами, и эти специи в том числе помогают усвоению достаточно тяжелых белков. Поэтому различные виды специй, и чем больше их будет в вашем рационе, тем будет разнообразнее ваша микрофлора, и тем лучше будет усваиваться животный белок, который вы употребляете. И последняя группа продуктов, которая не должна вызывать у вас ощущение тяжести, но при этом она должна давать максимальное количество энергии, это, конечно же, различные масла. Здесь, в зависимости от, опять же, состояния вашего желчного пузыря, мы можем выбирать разный объем употребляемых масел и разные вариации. Например, при проблемах с ЖКТ мы можем временно употреблять МСТ масло. МСТ масло – это масло, которое делается из кокосового масла и имеет уже среднюю цепь, то есть усваивается лучше. То есть у обычного кокосового масла, например, цепочка жирных кислот состоит из 20 молекул. Это длинная цепь, а МСТ масло уже, по сути, делится пополам, и поэтому жиры усваиваются легче. И вы какое-то время можете употреблять только МСТ масло, либо смешивать обычное оливковое масло или, например, масло авокадо, или даже подсолнечное нерафинированное масло тоже с МСТ маслом, для того, чтобы жиры у вас усваивались максимально хорошо. Ну а если у вас нет проблем с системой пищеварения, то вы в каждой прием пищи следите за тем, чтобы у вас были различные виды масел. Если нет проблем с ЖКТ, то вы можете добавлять еще различные семена и орехи, и тогда вы будете получать очень много энергии, и при этом не должны испытывать никаких неприятных ощущений. Но мы всегда отталкиваемся изначально от вашего самочувствия и того объема жиров, который вы способны усваивать. Проверяется это все достаточно легко. Если вы просто заправляете салаты, например, маслом, у вас все хорошо, этого достаточно. Если вы уже добавляете семена и орехи, и у вас возникает боль в правом подреберье, или, например, идет послабление стула, тогда сейчас вы не можете усваивать такой объем жиров. Вы идете на вебинар по ЖКТ, восстанавливаете работу желчного пузыря, и тогда к маслам добавляете семена и орехи. То есть здесь это все вариации, но масла действительно подходят абсолютно всем. Вопрос только в их виде и в их объеме. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Вводите эти продукты в ваш ежедневный рацион для вашего легкого самочувствия. А с вами была Ксения Черная, и вы смотрели канал про здоровье. А мимо меня, Ксюш, информация просто так не проходит. Мы забыли еще один очень важный продукт для легкости. Знаешь, какой? Классный бульон? Вода. Вода это от запоров, Коля. Нет, это подвинуться. Слушай, ну вода, вода это обязательно. Мы же уже второй день обсуждаем, что у людей бесконечное количество камней, что отказывают почки, когда человек не пьет воду, да? Ты мне скинул про энергетики, что человек пил, у него отказали почки, и его кое-как спасли. Я тебе присылала, что девушка 20-летняя из Тайваня вместо воды просто пила постоянно bubble tea, и у нее удалили 300 камней из почки. Ну то есть вода, это вообще... Ну, слушай, у нас видео про воду, знаешь, сколько? Уже неприлично, уже, мне кажется, снимает видео про воду и про сахар на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok